Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! С вами Вячеслав Котляров в Харькове, 3 часа 45 минут, 02-12-2016 года. В общем, не знаю, как YouTube отнесется к авторским правам. Сейчас пытаюсь сделать одновременно две вещи. Смонтировать ролик, чтобы показать картинку и с вами пообщаться. Сейчас оно загрузится, хотя авторские права у меня он тоже загрузил как-то один ролик и второй. Авторские права не были указаны. Потом через какое-то время из этих роликов заблокировали канал. Но мне кажется, Копперфилд гораздо круче. Космонавты по сравнению с Копперфилдом это двоечники. Мне кажется, космонавты и половина не смогут проделать того, что Копперфилд делает на сцене. Я неоднократно говорил и буду повторять. Вот вы видите этого космонавта? Это убийца. Вот запомните его лицо. Я не шучу. Вот есть такой момент, что висят фотографии, на которых изображение. Это преступник, его разыскивает полиция. Вот этот космонавт это тоже преступник, самый настоящий. Вот никто ж не будет из людей-человеков мимо проходящим, если увидит, что какую-нибудь ребенка избивают безбольными битами. Конечно, вы попытаетесь остановить этот беспредел. А чем отличается беспредел этих космонавтов от преступников, которые калечат ребенка? Космонавт делает еще хуже. Он не только калечит тело, но он еще калечит душу, психику. А душа, как известно, она может искалеченной передаться от других воплощений. Поэтому это преступник, самый настоящий. Вот. Он может, конечно, там ручкой махать, ушками махать, но мы-то знаем, что это преступник. Я думаю, Копперфилд все равно будет покруче. Преступник, ну вообще правильно называть теперь не космонавты, а дегенераты. Ну а как можно назвать человека, который рассказывает всем, что он в космосе находится? На самом деле это съемочная площадка. Вот здесь он хорошо спалился. Посмотрите внимательно на планшет. Оп. Отражается софтбокс. Вот как раз здесь прекрасно видно освещение, которое используется для вот этой сцены. Это софтбокс. На лицах никаких резких теней. Абсолютно на одежде нет теней. Нигде нет теней резких на стенах. Здесь используется профессиональное освещение студии. И глаза, как обычно, все это выдают. В глазах, конечно, это все отражается. И так абсолютно любой ролик с МКС. Освещение везде искусственное. Со светорассеивателями. Софтбокс используется. Так, если кто-то впервые попал на мой канал и не знает, что за Антарктическим кругом находятся новые земли, я вам сообщаю следующее. Вы должны помнить, не существует ни одного снимка и видео Антарктиды. Второе. Вы должны знать, подобный снимок и подобное видео никто никогда не сможет сделать. Для добрых людей, которые изучают мои труды на протяжении уже нескольких месяцев, подскажу момент. Если с вами спорит человек и рассказывает официальную версию, что полеты в космос существуют, просто спросите у него, где снимок Антарктиды. Не, понятно, есть недалекие люди, там Петстаркубаты или, допустим, Данкасан, он же это тоже, кстати, преступник. Вот смотрите, я чем занимаюсь? Я пробуждаю людей, чтобы они проснулись, чтобы детки наши знали истинную модель нашей планеты. Приходит такой преступник Данкасан. Я же много раз говорил, что вы же не пройдете мимо, если ребенка избивают там бейсбольными битами. А Данкасан он тоже самое делает, только он еще хуже делает. Вот космонавты, Данкасаны, это все преступники. Ну, с космонавтами вообще интереснее. Ладно, там Данкасан он биоробот. Там есть ролик, где он говорит, что Бога нету. Но то уже все понятно. И после просмотра этого видео ты узнаешь правду и поверишь в Бога. И в Бога не поверил в эту страну. По крайней мере в того, в которого верит Марана. У кого Бога не может быть? Правильно вообще люди и человеки знают, что у Богов их миллионы, миллиарды. Но сейчас не про это. У кого Богов не может быть? У биоробота. Правильно? То есть, кто считает, что человечество произошло от обезьяны? А я уже говорил в ролике. Так в некоторых случаях было. Вот там один мальчик снимает, помогает снимать фильм. Происхождение человека от обезьяны. У него то же самое. То же самое. Это означает, что его предки были обезьяны. И он за эту теорию ратует. Ну, кстати, вот это улыбнуло. Мне много полоумных пишут. Пишут, это у тебя, скорее всего, не теория, а гипотеза. То есть, настолько дегеративный мозг, что не знает, что теория и гипотеза это одно и то же. То есть, насколько видите, нам внушили, что теория это является истинное положение вещей. А теория это всего лишь предположение. Я просто, да, в агрессивной форме. Ну как? Так, вот кто-то пройдет мимо, когда ребенка будут сбивать бейсбольными битами. Я вот, когда вот эти космонавты, это нас, наших детей травмируют, не могу пройти мимо. Поэтому они преступники. Для меня перед глазами они уже... Вот он раскрыл рот и сказал, я в космосе, все, это уже миллион детей он своим поганым ртом умертвил. Если бы люди знали, что за Антарктическим кругом находятся новые земли, насколько было бы в мире все изменено до неузнаваемости. Ну ничего. В соседних сотах почти та же ситуация. Но там, как я сказал, что в Антарктиде живут единороги. А там есть в других сотах люди, которые рассказывают, что в нашей соте живут кошки. Ну и с них так же точно смеются. Когда рассказывают, что есть животные, животные, картинки им показывают. Сейчас попробую запустить сразу бандикам. Не знаю, вот это, между прочим, пишу ролик. Я настолько агрессивную форму беседы выбрал, что не знаю. Дойдет он до Ютуба, не дойдет. Сейчас я, кстати, проверю. Этот Копперфилд будет авторские права просить. Ну вроде не просит, блин. Но это ж вы знаете, как оно бывает. Сейчас не просит. А, это я даже не тот ролик залил. Сейчас. А как же ж... А, ты... Не знаю, у меня синхронно не всегда получается писать. Сейчас попробуем. Не знаю, у меня синхронно не всегда получается. Писать, сейчас попробуем. Так, ну это мы проматываем. Так, что тут? Тоже проматываем. Это то место, где, наверное, каждый космонавт и астронавт, и вообще любой человек, который сюда попадает на станцию. Что значит любой человек? То есть есть космонавты и астронавты, а есть любой человек! Что значит космонавты, что значит посторонний человек? Хочет проводить всё своё свободное время. Пусть этого свободного времени... То есть приходят другие люди и проводят тут свободное время. Ладно. Немного, но оно всё-таки иногда и есть. И каждую свободную минуту мы пытаемся провести здесь. Это модуль. Модуль носит прекрасное название купола. Модуль носит прекрасное название купола. Кстати, вы знаете, что Discovery это... Как мне написал один человек, я не помню, ник. Тут имена, не всегда фамилии, можно при большой переписке запомнить. А ник только вообще в скайпе написал. Бери слово Discovery. Ну, мол, человек предполагает, что это... Диск это диск, а Кавери это надо... Кавери как-то по-другому перевести. Ну, я английского не знаю, просто залез переводчик. Там реально получается диск под колпаком. Ну, можете сами открыть Google Переводчик. Там, конечно, есть много вариантов, но Discovery это переводится диск под колпаком. Ну, в самой, так сказать, этой развлекательной программе скрыта истинная модель нашей соты. Сейчас вы поймёте, почему нас так сюда тянет. Да что там вас тянет? Шо это у вас тут? Ага. И пытаемся туда забернуть. В этот модель. Что мы там видим? Ооо, мы видим прекрасный вид. Да ты шо? Обалдеть. Ну вот, дайте, дайте мне, дайте мне автомат Калашникова. Я просто этого убийцу наших детей просто, блин, изрешечу. Какую он планету видит, этот наркоман? Шо они там курят у себя на студии? Какую он планету видит, этот шизофреник? Я думаю, что сколько бы человечество не оставало других планет, а всё равно... Не, ну не кретин. Какие скина планеты? Смотрите, такой шикарный, не подкрывает, простой лист купола. Вы сейчас видите уникальные кадры. Своими глазами... Да ты шо? А чё и мы раньше не могли видеть эти уникальные кадры? Шо, у дурилок картонных не было возможности эти уникальные кадры сделать за 50 лет? Макс Беляев снял ролик, где 360 перспектива. Я тоже... Они это сделали. Снимает эту МКС Карлсон с пропеллером. Ну, он поодаль летит, не долетает до МКС. В метрах в 300, может быть, в километре, может быть, в 2-3 километрах от МКС летит Карлсон с вертушечкой на спине и снимает МКС. Какой вывод? Нас смотрят товарищи, там, неважно, из НАСА, из Роскосмоса, откуда-то ни было. Они смотрят, смотрят наши ролики, презентовали, что они сделают искусственную гравитацию. Им легче будет поделать. А мы просто, мы им подсказываем. Вот этими нашими разоблачениями мы им подсказываем, чтобы они были внимательны в следующий раз, когда они будут фальсифицировать эти подделки все свои. А чтобы они обращали на эти моменты внимание. Потому что мы же будем все это выгружать и смотреть. Вот это МКС. Что, это 360 градусов? Я не верю. Я не знаю, кто это снимал и откуда. Макс Беляев снял ролик, где 360 перспектива. Я тоже в ролике про Антарктиду. Антарктида встретила военных барьером. Тоже про это упоминаю. И теперь они нам лопочут про 360 градусов. Слушай, вот сейчас давай посмотрим, где твои 360 градусов. Почему я тебя не могу развернуть на 360 градусов? Меня терзают смутные сомнения. У тебя, по-моему, сзади там что-то торчит. Вот как тебя развернуть? У тебя там, по-моему, швабра торчит. Можно тебя на 360 градусов развернуть? Кстати, вот эти все бутафории. А я вот так вот спроси у умственного отсталого. Вот он висит, хихикает. О, кулер. Ну, все понятно. Что это? Что это, да? Для чего это? Не, они правильно мне подсказал кто-то. Они придумают, конечно, по босенке. Ну, и вот это ты нам показываешь планету. А ты можешь же камеру притулить вплотную? Вплотную к своему иллюминатору. Хотя, ну толку, блин. Если вы Антарктиду не можете снять, что толку от вашей камеры? Да ты шо, обалдеть. Чтобы планеты действительно круглые. Да? Китов и слонов. Не понял. Ты как про китов-слонов только что сказал? Мне послышалось. Откуда ты знаешь о китах и слонах? То есть в Африке нету слонов, ты их не видишь. А в океане нету китов? Вы шо, там вообще дегенераты? Не, ну смотрите. Он, этот дегенерат, он не видит ни китов, ни слонов. То есть он не видит в Африке слонов. И в Индии, да? Он не видит в океане кашалотов, косаток, синих китов и так далее. То есть он не видит. То есть вы можете со спутника номера на машине, это так сказать, зафоткать. А кита в океане показать не можете. Поменец. Висит наш прекрасный шарик. Шарик висит? Это шо, новогодняя игрушка? Шарик на елке он шо, висит? Ты шо, шизофреник? В пространстве. В пространстве висит. Это у тебя мозг висит в пространстве. Но это убийца. Это убийца. Смотри, это ж у него, вон, дети, наверное, ж есть. Это ж он и своих детей калечит. Ты плотную камеру, ты можешь предменить? Вот к стеклу притулить. Что это у вас, как прям вот это на тракторе Беларусь, блин, какая-то тут аппаратура, я не знаю. Это похоже, как это для смывного бачка, это счетчик. Сколько вы там насливали? О-о-о-о! На сках, на босу ногу. Но почему тебе именно нельзя на 360 градусов повернуть? А? У тебя, по-моему, там что-то сзади торчит. Я вот уверен, там швабра. Тебя можно как-то повернуть на 360 градусов? Самого тебя. Убийца наших детей. Тебе можно повернуть? А? Вот запомните это лицо. Это вот это убийца наших детей. Любой космонавт это убийца, дегенерат. Ну вот. Вот этим прекрасным моделем. Ну вот, дали тебе год. Даем мы тебе год. На фотографию... Не, на видео Антарктиды. Не, ну там есть полоумные, говорят, что... МКС летает по экватору, поэтому она не может Антарктиду зафоткать. Но вы же говорите, спутник есть. Почему спутник не может сфотографировать Антарктиду сверху? Ну или этот пресловутый телескоп... Да хватит там эфир, пломбир, блин. Ты убийца, ты преступник. Ты будешь наказан. Вякая-чмякая там, бякает. В следующих модулях мы побываем в следующий раз. До встречи на нашем проекте. Всем привет на 360 градусов. Я Андрей Малесенко, летчик космонавта. Ты брехуненко, блин, нафиг. Ты не летчик-космонавт, ты дегенерат, который... Причем еще убийца. Все, вот лицо знаем, фамилию знаем, все. Космонавты вообще охренели. Хаим горать. Не знаю, у меня синхронно не всегда получается писать. Сейчас попробуем. Так, ну это мы проматываем. Что значит любой человек? То есть есть космонавты и астронавты, а есть любой человек? Сука, блядь, дайте мне бейсбольную биту, я этому гандону в череп проломлю, скотина тупая, блин. Что значит космонавты, что значит посторонний человек? О, ты прекрасный вид. Да ты шо? Обалдеть. Это прекрасный планет у нас нет. Ну вот, дайте, дайте мне, дайте мне автомат Калашникова, я просто этого убийцу наших детей просто, блин, изрешечу. Какую он планету видит, этот наркоман? Что они там курят у себя на студии? Какую он планету видит, этот шизофреник? Не, ну не кретин. Какие скотина планеты? Да ты шо? А че мы раньше не могли видеть эти уникальные кадры? Что, у дурилок картонных не было возможности эти уникальные кадры сделать за 50 лет? И теперь они нам лопочут просто 360 градусов. Слушай, вот щас давай посмотрим, где твои 360 градусов, почему я тебя не могу развернуть на 360 градусов? Меня терзает смутные сомнения. У тебя, по-моему, сзади там что-то торчит. Вот как тебе развернуть? У тебя там, по-моему, швабра торчит. Ну, это ты нам показываешь планету. А ты можешь животное камеру притулить вот вплотную, вплотную к своему уллюминатору? Хотя, ну толку, блин, если вы Антаркиду не можете снять, что толку от вашей камеры, если вы грачи? Да ты шо, обалдеть. Да? Не понял, ты как про китов слонов только что сказал? Мне послышалось. Откуда ты знаешь о китах и слонах? То есть в Африке нету слонов, ты их не видишь. А в океане нету китов? Вы шо, там вообще дегенераты? Не, ну смотрите, он, этот дегенерат, он не видит ни китов, ни слонов. То есть он не видит в Африке слонов. И в Индии, да? Он не видит в океане кошелотов, косаток, синих китов и так далее. То есть он не видит. То есть вы можете со спутника номера на машине это так сказать зафоткать, а кита в океане показать не можете. Что ж вы за животные такие? Висит наш прекрасный шарик. На ёлке он, что ли, висит? Ты шо, шизофреник? В пространстве висит. Это у тебя мозг висит в пространстве. Но это убийца. Это убийца. Смотри, это ж у него, он, дети, наверное, ж есть. Это ж он и своих детей калечит. Ты плотную камеру можешь придвинуть, блин? Вот к стеклу притулить. Что это у вас, как прямо вот это на тракторе Беларусь, блин, какая-то тут аппаратура, я не знаю, блин. Или нет, это похоже как это. Для смывного бачка это, счётчик, сколько вы там насливали. О-о-о, носках, на бусу ногу. Ну почему тебе именно нельзя на 360 градусов повернуть? А? У тебя, по-моему, там что-то сзади торчит. Я вот уверен, там швабра. Тебя можно как-то повернуть на 360 градусов? Самого тебя? Убийца наших детей. Тебе можно повернуть? А? Вот запомните это лицо. Вот это убийца наших детей. Любой космонавт это убийца, дегенерат, скотина. Ну вот, дали тебе год. Даём мы тебе год на фотографию, не, на видео Антарктиды. Не, ну там есть полоумные, говорят, что МКС летает по антарктическому, что МКС летает по экватору, и поэтому она не может Антарктиду зафоткать. Но вы же говорите, спутники есть. Почему спутник не может сфотографировать Антарктиду сверху? Ну или этот пресловутый телескоп. Да хватит там эфир, пломбир, блин. Ты убийца, ты преступник, ты будешь наказан. Вякает-чмякает там, бякарет. Ты брехуненко, блин, нафиг. Ты не лётчик-космонавт, ты дегенерат, который, причём ещё убийца. Всё, вот лицо знаем, фамилию знаем, всё. Космонавты вообще охренели, блин. Скотыняки. Хроме играть. Продолжение следует...